Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Скеллитор и наконец-таки я вернул старый звук микрофона. Это было в принципе сложно, да, я с этим очень-очень долго боролся и в принципе да, мой старый микрофон вернулся и звук у меня остается таким же, ведь тот микрофон вам совсем не понравился. Ну что же, это седьмая часть моего российского города в Майнкрафте. Погнали! Ну и на сегодня первая хорошая новость, это коты. Привет кот Феликс, вы наверное уже его знаете. Ну и вот, и кот Феликс сегодня не один, у него есть компания 3 целых кота. Ну что же, первого кота зовут Феликс, ну вы конечно же его знаете, это старый добрый кот Феликс, который такой черный, зелеными глазками. Все его конечно же знают. Второй кот это Лесник. Лесник это у нас получается кот оранжевый, вот я не знаю почему так назвал, просто Лесник. Кот оранжевый, ну и трестей кот это Пончик, как вы уже догадались, это который вот тут стоит такой Пончик. Тоже не знаю как его назвал и придумал просто Пончик. Ну и вот, и теперь у нас есть друзья сопровождение в городе. Ну и что же, и давайте перейдем к нормальным обновлениям, а не таким наркоматским как это. Ну и вот, и первое обновление, точнее и последнее, то что я добавил Госдуму. Меня многие просили построить Госдуму, ну и вот я решился построить ее. В принципе у меня получился на коробочной, потому что Госдума это Госдума. Что там делать, инополитянского, обычная Госдума. Ну и вот, давайте же зайдем внутрь. Кстати, еще сделал такие вот балкончики, тоже выглядит довольно таки красиво, у окон такие вот цветочки. Ну что ж, давайте же зайдем внутрь. Но внутри у нас имеется такой вот широкий коридор и много-много комнат. Ну первая комната это такой вот компьютерный класс. Не компьютерный класс, а ну просто да, компьютерный класс будем так и называть. Компьютерный кабинет, где там допустим какие-то прокуроры там сидят за компом и там печатают газеты. Хотя нет, это уже совсем другая работа. Ну и сдают новые законы и так далее. Ну и вот, переходим к следующей комнате. Тут у нас типа разные советы парламентов и все такое. Это допустим у них совещание идет и на каком-то проекторе показывают какой-либо фильм вот на этой картине. Извиняюсь. Ну и третья комната это у нас такая библиотека получается. Вот и как у нас получается библиотека. Четвертая комната это у нас что-то типа вроде совещания. Нет, тоже совещание такое, что тут уже письменное и все такое обговаривают. Свои новые идеи. Так как у нас еще лестница на второй этаж. Ну тут у нас имеется такая тоже библиотека, только тут уже совсем другое. Тут законы и так далее, чтобы никой-либо закон не забыть. Следующая комната это тоже компьютерный класс. Ну в принципе такой вот компьютерный класс. Так, эта комната у нас получается что-то типа где-то, не знаю, какие-то прокуроры пишут новые законы или придумывают новые законы и так далее в принципе. Ну и последняя комната это типа комната президента. Но это никак, это не так точнее. Я не знаю как назвать эту комнату. Ну пускай будет комната президента. Так, видите, тут книги, такая картина и такой вот огромный компьютер, типа такого мощного с мощным процессором. Потому что зачем игровой, если есть мощный процессор. Ну и в принципе такой вот у нас получился компьютер. Хотя выглядит как и туалет. Ладно, давайте я же перейдем к последней тайной комнате. А точнее такой вот мини-бункер. Такой вот мини-бункер, давайте же зайдем. Видите, тут сделано все из библиотека, типа самого прочного материала. Так что этот бункер не пострадает. Так что так вот, и тут кнопочка скрытная такая вот. Ну и вот, бункер получился, как видите, не таким уж и большим, но зато вместительным. Что в себя вмещают? Кровать, такой вот красивый коврик, огромный-огромный холодильник, которого хватит намного. Такой вот сундучок, где хранятся разные вещи. Ну и такой вот маленький телевизор. Ну и такой вот бункер себя исчерпал. Ну и сам выпуск себя исчерпал. Ну а с вами был Скелеттор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.